Лукашенко превращает советскую Белоруссию, а то, что сейчас находится под правлением самозванца Лукашенко, иначе как советская Белоруссия, назвать невозможно. Так вот, он превращает советскую Белоруссию в эдакий бантустан, обнесенный со всех сторон колючей проволокой. Вот что я имею ввиду. Я вчера только записывал видео о том, что Польша приступила к постройке забора из колючей проволокой, спасаясь от наплыва мигрантов, которых привозит со всего света туда Лукашенко. То же самое Латвия приступила за несколько дней до этого. А теперь официальные лица Литвы заявляют, что и Литва приступает к постройке полномасштабного забора по всей длине границы с Белоруссией. Остается вопрос только по Украине, но у нас, во-первых, и граница-то очень большая, во-вторых, из Белоруссии бегут с нам нормальные люди, потому что им тоже как-то надо пройти. То есть тут, ну и построить забор, извините, такой длины. У нас еще он забор с Россией не достроен, хотя нам надо бы давным-давно отгородиться. С Россией там вообще нужно ставить забор и ров с крокодилами незамерзающие. Такие, знаете, чтобы крокодилы не боялись морозов. Вот такое нам надо, чтобы вообще ни одна там мыши не проскочила ни туда, ни оттуда. Но это лирическое отступление. Так вот, к сожалению, к большому, что Лукашенко привел, режим Лукашенко привел к тому, что все более-менее адекватные соседи Белоруссии начинают от нее отворачиваться и просто тупо ставить заборы. Ну что тут можно сказать? В один прекрасный день режим Лукашенко падет, а вместе с ним, я думаю, соседи Белоруссии с ним посносят эти заборы к чертовой матери, которые ограждают их от этого прекрасного белорусского народа. А заборы обязательно надо будет построить. И причем большой, 10-метровый, а не 2-метровый. Только на границе Белоруссии и России.